Автомобильных аварий с тяжкими последствиями в Сургутском районе стало меньше. Количество смертельных случаев на дороге снизилось на 22%. В 2016 году сотрудниками ГИБДД выписано более 82 тысяч штрафов. 750 человек остановили за вождение в нетрезвом виде. 70 из них привлечены к уголовной ответственности, так как такое правонарушение они совершили не в первый раз. Был и резонансный случай, о котором мы рассказывали в наших октябрьских выпусках программы. 22-летняя автоледи ехала по белому яру с пассажиркой. При неудачном маневре на мосту машина слетела в ручей, перевернувшись в воздухе. Югорчанки чудом не пострадали. Они пытались сбежать с места аварии, так как были пьяны. Было принято решение о лишении водительского удостоверения данной девушки. То, что касается выявлений трезвых водителей, в принципе, методы остались те же самые. Я считаю, что они довольно-таки эффективны. Об этом говорят цифры. Что дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей в прошлом году у нас было снижено. А количество выявленных нетрезвых водителей у нас возросло. В Сургутском районе введен усиленный режим работы личного состава ГИБДД. Экипажей ДПС на дорогах стало больше на четверть. Это связано с резким увеличением аварий с участием автобусов. Госавтоинспекторы отмечают беспечность и невнимательность водителей в последнее время. На прошлой неделе в такой аварии погиб человек, еще трое пострадали. Водитель автобуса не заметил на дороге сломавшийся КАМАЗ и врезался в него. Упавшие из кузова трубы полетели в автобус, и все закончилось трагедией. Проверка по факту аварии еще не закончена, но уже установлена, что на дороге был гололед, и состояние трассы оставляло желать лучшего. За неудовлетворительное содержание проезжей части возбуждено административное расследование в отношении Юганск-нефтегаза. Там водитель просто был невнимателен. То есть там, на темном участке дороги, возле сломанной этой автомашины КАМАЗ остановился другой грузовик. То есть водитель из-за встречного света фар не разглядел в темноте стоящую автомашину. То есть там был видеорегистратор, который мы присматривали, и когда уже водитель проезжает встречные фары, то есть свет въезжает в темноту, вот он стоит КАМАЗ. То есть, в принципе, из того, что было в видеорегистраторе, я считаю, что водитель обязан был рассмотреть эту машину, стоящую в темноте. И можно было заметить вовремя. Продолжение следует...